Как и пророчили, на прошедшей WWDC были показаны исключительно софтверные нововведения. Так что новые айпэды, макбуки с нормальной клавиатурой и SE2 ожидайте осенью. Перед тем, как начать рассказ об операционных системах, Тим Кук произнес речь о том, что разработчики и кодинг – это наше, ну то есть их все. App Store скоро отметит 10-летний юбилей. И это лучшая площадка для разработчиков. 500 миллионов человек посещает магазин приложений каждую неделю, а разработчики заработали за все время более сотни миллиардов долларов. Невероятные цифры. Затем вышел на сцену Крейг Федериги и начал с успехов iOS. Всего 7 недель понадобилось, чтобы половина пользователей обновилась до 11-й версии. На текущий момент iOS 11 установлено на 81% устройств, в то время как последний Android установлен всего на 6% гаджетов и ежегодный троллинг от Apple. Уровень удовлетворенности iOS 11 составляет целых 95%. 12-я версия будет доступна на всех устройствах, поддерживающих iOS 11. Таким образом, iPhone 5s становится новым рекордсменом по продолжительности поддержки. Целых 6 прошивок. И скорее всего, 5s рекордсменом останется навсегда. Ведь через год iPhone 5s и 6 одновременно уйдут на покой. И чтобы последний год данные смартфоны провели с достоинством, показано первое нововведение iOS 12. Производительность. На примере 6+, скорость запуска приложения выросла на 40%, клавиатура ускорилась на 50%, а запуск камеры стал на целых 70% быстрее. Анимация входа и выхода из приложений ускорилась в два раза. Была проведена плотная работа над оптимизацией. Теперь процессор как бы предугадывает, когда ему нужно быть максимально активным. Дополненная реальность стала еще лучше, и теперь одновременно два iOS-девайса могут видеть виртуальный объект и взаимодействовать с ним. На примере игры Lego показаны возможности ARKit 2.0. Кроме того, появилось новое приложение Measure, линейка, с помощью которого вы можете измерить размер вашего багажа, стола и так далее. Наведите камеру на фотографии, и перед вами будет указан формат и размер фотографии. Это очень круто. Галерея стала еще более похожей на Google Фото. Теперь можно искать объекты. В iOS 12 поиск начнет искать еще до того, как вы начнете писать. С помощью подсказок. Людей, места, события теперь вы найдете еще легче в нашей галерее. Появилась новая вкладка для тебя, где будут собираться различные моменты. В общем, все ближе и ближе к Google Фото. Siri, которая в американских реалиях получила еще более широкую интеграцию со сторонними приложениями и сервисами. Улучшенная функция предположения, например, не забудь поздравить бабушку с днем рождения, или включить режим «Не беспокоить в кинотеатре». При помощи нового приложения ярлыки можно задать, что будет отображать Siri при определенном запросе. В наших реалиях предположения как-нибудь могут быть полезными. Остальное скорее нет. Используем ассистент и дальше для установки таймера. Приложение новости обновилось, стало еще лучше и удобней. Не для нас. Акции получили редизайн, и теперь вы можете читать новости о компании прямо в акциях. Эдакая интеграция новостей и акций. Также акции доступны и на планшете. Спасибо, Apple! Это именно то, чего мы так ждали. На самом деле нет. Диктофон тоже получил новый интерфейс. И iCloud-синхронизацию. И доступен на iPad. iBooks теперь называется Apple Books. Редизайнули и магазин книг. Apple CarPlay получил наконец-то поддержку сторонних навигационных сервисов. Google, Waze, что вы любите, тем и пользуетесь. Очень актуально для нас, ведь карты Apple все еще оставляют желать лучшего. За это прямо поклон. Мы проводим слишком много времени с телефоном. Уведомления нас отвлекают. Чтобы облегчить жизнь, Apple приготовила для нас сет из трех улучшений. Режим «Не беспокоит» стал классным. Когда вы утром просыпаетесь, вместо кучи уведомлений вы видите погоду. А потом вы отключаете «Не беспокоить» и читаете нотификейшены. Ну а на самом деле хорошая идея. Еще вы можете через 3D Touch заюзать новый режим «Не беспокоить», который автоматически выключится после того, как вы покинете какое-то место, либо закончатся события из вашего календаря. Уведомления стали группироваться по-человечески. Кроме того, даже без разблокировки телефона вы можете замьютить уведомления от определенного приложения. Ответ от Apple на гугловый дэшборд. Отныне и на iOS вы можете смотреть, сколько, как и где вы проводите время и ставить ограничения себе. И, конечно же, контролировать детей. Анимодзи. Новые зверушки и распознавание вашего языка. Мемодзи. Кастомные анимодзи, которые вы делаете из шаблонов. У Самсунга показывали похожие, но только тут будет работать красиво и четко. Фейстайм научился в конференцию до 32 человек. А чтоб скучно не было, вы можете на себя прицепить анимодзи. Также Фейстайм интегрировался с iMessage. Вот такая вот iOS 12. А черные темы все еще нет. WatchOS 5. Для любителей закрывать кольца активности представили режим соревнования. Теперь еще и тут вы можете ачивки собирать легко. Главное, найдите малоподвижного юзера часов. Завезли два новых режима тренировки – йога и хайкинг. А бегуны оценят каденс. В этом плане часы стали серьезней. Apple Watch еще можно использовать в режиме рации. Вместо того, чтобы кричать через всю квартиру, по часам сказали что-нибудь и круто. Siri теперь можно вызывать, не говоря «Привет, Siri», а сразу говоришь. Таймер на 5 минут. Уведомления тоже прокачались. Также на часах можно просматривать ссылку из сообщения в браузере. А еще встроили подкасты. Циферблат новый всего один, не считая поумневшего watch-фейса Siri. Оригинальная Apple Watch новую прошивку не получат. Только Sirius One и Nageya. TVOS. В ней появилась поддержка формата Dolby Atmos. Как обещают разработчики, осенью iTunes станет крупнейшим собранием фильмов с поддержкой Dolby Atmos. Еще одно новшество – скринсейвер Земли из космоса в формате 4K HDR. Снимки для которого были сделаны в сотрудничестве с NASA. Для программ сделали Zero Sign On. Не нужно больше входить с учетками. Макос Mojave. Настольная операционка получила темную тему. Поздравляю! На рабочем столе теперь динамическая обоина. Утром слегка ярко, днем максимально светло. Вечером темно. То, как это реализовано, приятно удивляет. Благодаря функции Desktop Stacks вы можете группировать кучу файлов на рабочем столе и быстро привести его в порядок. Думаю, такого никому не помешает. Finder тоже обновился. В режиме предпросмотра можно посмотреть метадату фото. Также из нескольких фотографий одним кликом можно создать PDF и туда же добавить watermark. Реализовано круто, фотографы, да и не только, оценят. Встроили редактор скриншотов. И можно даже по-быстрому сделать видеозахват части экрана и тут же вставить в презентацию. Continuity вышел на новый уровень. Теперь прямо в шаблон можно сфоткаться. Таким же образом можно сканировать документы. Нажали на Маке, отсканировали на айфоне. App Store получил редизайн, рекомендации и так далее. Как в прошлом году обновился на IOC App Store, теперь и на Маке так красиво. Журнально. Появилось приложение Дом. Отсюда управляете вашим умным домом и лампочками. macOS отныне по-нормальному нативно поддерживает внешние видеокарты и GPU. Приложения запрашивают доступ к определенным данным. Safari стал еще безопаснее и защищеннее. Секьюрность превыше всего. Привет, Facebook. В 2019 году Apple даст возможность портировать iOS-приложения на Mac. Но при этом компания четко дала понять, что они не объединяют мобильную и настольную операционки. Как ни странно, macOS получила самые интересные нововведения. На iOS самым приятным бонусом будет ускорение старых девайсов и нормальное уведомление. Все бета-версии для разработчиков уже доступны. Пишите, что вам больше всего понравилось и оправдались ли ожидания. Всем пока!